Девушка, ваш вызов принят. Придет СМС, когда будет подъезжать бригада. Наша съемочная группа выехала с детской реанимацией. Это та бригада медиков, которая приезжает на самые тяжелые вызовы. Нередко дети травятся бытовой химией или получают ожоги различной степени в разных ситуациях. У нас поступил вызов к ребенку. Ребенку три годика. Ожог. Подробности неизвестно. Едем в переулок Таганрогский. Неправильно поставленный чайник, утюг или обогреватель может нанести вред здоровью ребенка. Если ожог сильный, медики оказывают первую помощь и оперативно госпитализируют. Видите, у детей своя особенность. У них хрупкие кости, у них хрупкие ткани, у них достаточно даже небольшого удара или падения для того, чтобы вызвать серьезные последствия. Поэтому любая травма для деток, она переносится достаточно тяжело. Работа реаниматолога накладывает свой отпечаток. Меняет не только сознание, но и мировоззрение в целом, говорит Надежда Азарова. Мы слишком часто сталкиваемся с горем. И оставаться равнодушными к этому мы не можем. Это невозможно просто. И за сутки мы, бывает, переживаем столько ситуаций, столько этого горя, сколько человек за всю жизнь может не пережить. Доставив маленького пациента в больницу, бригада скорой помощи передает анамнез и оставляет ребенка с родителями в стенах медучреждения. И уже хирург будет назначать лечение и последующие процедуры. А медики мчатся спасать жизни других маленьких кровистанцев. Бригада взрослой реанимации выезжает на самые различные вызовы, начиная от сердечных приступов, заканчивая чрезвычайными ситуациями. Чаще всего им приходится оказывать помощь пострадавшим в ДТП. Но сложнее всего констатировать смерть того, чью жизнь спасти не удалось. Каждый вызов, он тяжелый. Каждый пациент запоминается. Я не знаю даже, кого я не помню. Или может моя особенность такая, что практически каждого пациента ты запоминаешь. Что с ним было, как ты его спасал, что ты делал, что ты колол, врезаются в память. Бригада выездных медиков в основном состоит из четырех человек. Врач, два фельдшера и водитель. Это всегда командная работа, слаженная и четкая. А фельдшер – это руки врача. В детской смерти, как бы не привыкал к тяжести работы, в детской смертности никогда не привыкнешь. Мой самый маленький ребенок, грудничок, семидневный был. Я до сих пор помню этот вызов. У нас в городе всего 38 бригад экстренной медицины, но обслуживать приходится не только город, но и ближайшие жилмассивы. Сейчас катастрофически не хватает и специалистов, в силу специфики работы и большой нагрузки. Вообще работа скорая, она тяжелая. В стационаре еще как-то можно отдохнуть. Нет, нет. А на скорой у нас работа, даже в договоре написано, что сутки без права на сон. Мы едем на вызов. Фельдшера могут прикорнуть там, развалившись на кресло. Мы не спим рядом с водителем доктора. Очень часто пациенты жалуются на то, что скорая долго едет. Однако они не учитывают городское движение и автотрафик. Встал всталкиваться с каких трудностей. Иногда не пропускают. Мы же не по своей воле. Ради спасения горожан. Поэтому стараемся не нарушать. Я бы тоже хотел обратиться к горожанам, чтобы с уважением пропускали скорость. Поэтому, сами знаете, у нас, конечно, работа трудная. Надо уважать. Мы стараемся ради горожан это все делать. Чтобы эффективно оказывать помощь пациентам, требуется как минимум 120 автомашин для экстренной медицины. А за нехваткой кадров врачи вынуждены становиться универсалами. И получается, что кардиолог может принять роды, а невропатолог – помочь при кровотечении. Да и работать в скорую идут фанаты своего дела. Заработная плата это подтверждает. Анастасия Канн, Кудрата Шмурзаев, 5 канал.